Сало всех сортов, бочковые помидоры и блины, липчан на Чеплыгинской земле встречали песнями и угощениями. И это было только начало большого путешествия. В местном центре туризма гостей приветствовал Петр I и знатные дамы. Для любителей дикой природы – зоопарк. Павлины, страусы, пони, олени и косули не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых. Но самым зрелищным событием стала реконструкция рыцарского боя за взятие моста. Центру туризма есть чем удивлять. Благо, история старинного Раненбурга богата. В 1702 году село Слободское и крепость подарили Меньшикову. Сейчас в его доме краеведческий музей. Здесь выставлены экспозиции на разные темы. Природа, история города и района крестьянского и мещанского быта. Особое впечатление на липчан произвели купеческий дом, где восстановили атмосферу быта знатных хозяев с легендарным подвалом, где столетия назад квасили капусту. В Чеплыгинском районе мы были в первый раз. Очень нам эта поездка понравилась. Встретили нас настолько радушно, хлебосольно. Коллектив местный, очень интересный, с песнями, с хороводами. Потом мы посетили центр туристический, где была великолепная выставка, где были представлены нам промыслы местные, где угощение было. Чай очень вкусный, чай из местных трав. Местная выпечка, все было очень интересно. А это музей славы. Он расположился на каретном дворе. Здесь собрали истории полководцев и экспозицию, посвященную Второй мировой войне. Один из самых ценных экспонатов – гармонь. Именно с ней солдат провожали на войну. Липчане были под впечатлением. По версии национальной премии Russian Event Awards в этом году именно туристко-информационный центр Чеплыгинского района стал лучшим в стране. Поэтому неудивительно, что в качестве очередного места на карте нашей акции «Маршрут выходного дня», который проводит Центр событийного туризма совместно с радиостанцией Липецк-ФМ, был выбран именно Чеплыгинский район. Что касается Чеплыгина, то он вообще имеет очень хорошие перспективы в плане привлечения туристов не только из соседних регионов России, но также и за рубежа. И сегодня у нас была замечательная возможность в этом убедиться. Я уже не в первой туристической поездке по Липецкой области, но Чеплыгинский район мне очень сильно понравился. Здесь, в этом городе, очень много церквей, различных музеев. Хочу отметить, что активно развивается туризм. Кроме того, мы посетили сегодня очень много мест. Здесь всё рядом, неподалёку Петровский путевой домик с местными сувенирами. Кстати, основателем своего города чеплыгинцы гордо считают самого Петра Первого. Поэтому сегодня великому царю ставят памятники. Для потенциальных туристов местные жители готовят немало сюрпризов. Благоустройство с акцентом на историческую значимость города сейчас один из ключевых акцентов в развитии старинного Раненбурга. У нас строится большая набережная. Это ещё один нижний парк, который будет у нас располагаться в черте города, рядом с нашим парком. Затем два музея. Музей Лавайского и музей Иванова. Дмитрий Дмитриевич, который будет в селе Солнцево. Вот мы сегодня туда, как раз где Соловой, мы его также посетили. Областной центр туризма по чьей инициативе разыграли очередную путёвку на радиостанции Липецкая ФМ продолжит дарить поездки липчанам. Кстати, возможно, победителей вновь привезут в Чеплыгинский район. Он один из самых туристически развитых. Здесь несколько интересных маршрутов и больше 52 памятников архитектуры. Инна Ларина, Илья Горский и Липецкое время.